Продолжаем. Число наркопреступлений среди несовершеннолетних, а это подростки от 14 до 18 лет, в прошлом году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2021. Молодые люди не задумываются или еще не осознают, что это риск для здоровья и свободы. В погоне за легкими деньгами легко можно потерять самое ценное еще в начале жизненного пути. Как достучаться до молодого поколения? Как объяснить, не дать стать соучастником серьезного преступления? Об этом спросим эксперта. В нашей студии Владимир Папко, старший следователь контрольно-следовательного отдела Следственного управления Следственного комитета по Белгородской области. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Приветствую вас и зрителей. Казалось бы, мы так много говорим о последствиях, о причинах таких преступлений, и тем не менее всплеск. В чем вы видите причины роста? К сожалению, да. Действительно следует отметить, у нас по 2022 году отмечен в 2,5 раза рост оконченных преступлений, несовершеннолетних с 17 до 34 преступлений. Что касается причины роста, мы проанализировали, и стало ясно, что это связано с рядом факторами. Во-первых, это сама активная, инициативная, оперативно-розыскная работа органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, иных структур. Во-вторых, это активность со стороны иностранных государств по использованию мессенджеров, так называемых, иных инструментов сетей интернет, информационно-телекоммуникационных технологий по доступу к такой социально незащищенной категории, как несовершеннолетний. И, в-третьих, это совершение фактически 20 из 37 преступлений одним несовершеннолетним, который, в принципе, раньше в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, субъектов профилактики не попадал. И проживал в полной семье без каких-то особенностей, не позволяя к нему обратить раньше времени внимание. Хватает ли у вас, у ваших коллег, сотрудников сил на реагирование? И какая вообще сейчас ведется профилактическая работа, учитывая дистанционный формат обучения в нашем регионе? Эти вопросы мы поднимаем и обсуждаем, поскольку мы понимаем, что, во-первых, регион приграничный, во-вторых, дистанционное образование напрямую влияет на формы и механизмы, инструменты имеющиеся уже, которые сложились длительное время. Мы понимаем, что это влияет на классический разрыв связи, непосредственно контакта преподавателя, педагога, психолога, школьного и так далее, других работников. Соответственно, снижаются другие механизмы возможности по медицинскому обследованию, по проведению социально-психологического тестирования. Конечно, эти инструменты меняются. И уже 30 марта утвержден комплекс дополнительных мероприятий, и в том числе разработка, выработка Министерством по делам молодежи, новых инновационных методов, связанных именно с такими изменениями. Какие инструменты распространения наркотических веществ вызывают у вас наибольшую беспокоенность? И с развитием цифровых площадок стало ли больше у вас работы? Способ типичный в социальных сетях, там, где как раз доступная условная категория несовершеннолетних, наиболее восприимчивых к получению именно таким способом информации, идет рассылка в различных мессенджерах иностранных государств. После этой рассылки с предложением легкого способа доступа к заработку, простым элементарным вариантам, дети переходят по ссылке, и по этому доступу получают информацию о возможности легкого способа заработать. При этом ребенок, как правило, не догадывается об опасностях, последствиях, неотвратимости наказания и так далее. Родители на эту тему, как правило, до событий, произошедших впоследствии, никаких подозрений и догадок не выстраивают. Соответственно, ребенок, получив такую информацию о том, что, в принципе, он будет работать, например, курьером, ничего страшного он не совершает, то есть его основная задача разложить наркотическое средство, его получить и так далее, дистанционным способом совершает в последующем преступление, не догадываясь о тяжких последствиях. Как понять подвох? По каким маркерам? Что должно насторожить? Как уловки используют недобросовестные работодатели? Маркеры в основном можно свести к четырем группам. Первое – это у нас ребенок получает какой-то необычный доход, начинают у него появляться какие-то необычные предметы. Второй маркер – это телефон несовершеннолетнего. В нем начинают появляться фотографии необычных мест, нетипичных для фотосъемки. Чердаки, какие-то камни и так далее, трубопроводы, места непонятные, скрытные. Это должно, прежде всего, родители насторожить. То есть это уже один из признаков. Третий момент – это доход, который получает ребенок. Он, как правило, им не может правильно распорядиться. И первое, что он тратит деньги, то, в принципе, из-за чего эти преступления в большинстве своем происходят, из корыстного мотива обычного – это покупки внешнего какого-то социального статуса или шика и так далее. Это телефоны, какие-то гаджеты и так далее. И, соответственно, четвертый маркер – это ребенок должен на это находить время. Либо он уходит сильно рано до школы, либо возвращается после школы, не объясняя, где он находился. В какой момент скрывается причастность подростка к преступлению? Когда он закладывает наркотическое вещество или когда он работодателю дает согласие на участие в посредничестве? Основные, как правило, типичные способы выявления именно в Белгородской области, они все-таки заканчиваются, выявляются преступления такие на стадии как оперативно-розыскной работы и уже именно на стадии осуществления закладки, либо ее получения в зависимости от той информации, которая имеется в оперативных сотрудниках. И, как правило, в этот момент происходит задержание с поличным, так называемое. Это может быть и заранее проводимая оперативная работа, это могут быть и сотрудники, которые осуществляют патрулирование патрульно-постовой службы, Росгвардии, иных служб, дорожно-патрульной службы даже это не исключается. И при задержании с поличным, либо несовершеннолетнего, либо если он работает в группе его подельника, начинается работа по выявлению и других, иных аналогичных преступлений, в том числе по местам уже совершенных ребенком других закладок, выявлению мест хранения, мест хранения расфасованного наркотического средства, проверка электронных средств носителей информации. С этого момента судьба ребенка уже имеет печальный исход, поскольку за совершение таких преступлений, за сбыт, хранение и так далее, предусмотрены довольно серьезные наказания, вплоть до лишения свободы. Каждый ребенок должен осознавать, что вот вся эта деятельность по закладкам, она довольно быстро оперативными сотрудниками выявляется. В средний период это месяц-три, сроки наказания длительные, и возникает вопрос о серьезной ответственности, серьезных последствиях для ребенка, ограничениях по трудоустройству, потере социальных связей и так далее. К сожалению, наши родители не все разговаривают с детьми. Они не знают, что у них происходит в телефоне. Зачастую дети воспитаны так, что они уже доступ в принципе туда не предоставляют родителям. Но родители как минимум должны объяснить, во-первых, что это такое. Никогда раны не бывает. То есть ребенок сразу должен знать, что такое хорошо, что такое плохо. Спасибо вам огромное. Желаем, чтобы таких преступлений было как можно меньше. Или вообще свести на нет. Спасибо. Спасибо.